Всем доброго трямса, друзья! Добро пожаловать на канал Андрея Грини и в игрушку Зелёный Ад! Мы с вами продолжаем выживать, это видео я записываю сразу же вслед за предыдущим, поэтому... Так, всё, вроде бы напились. Водный баланс, кстати, давайте посмотрим, что у нас там по водному балансу. По водному балансу всё нормально. И давайте запомним координаты 40, 24,5. Мне тут много чего уже насоветовали, хотя я, как уже сказал, в принципе, только начал записывать её. Кое-кто из знакомых уже кое-что подсказали. Так, ребят, давайте состакаем всё это безобразие. Так, больше по-другому состакать не получается, к сожалению. Но давайте вот так вот сложим. Разберёмся, что у нас здесь есть. Тичье перо, а поскольку они стакаются? Ага, нифига зря я начал перекладывать. 18, 18. Нормалды. Камушки повыкидываем пока. Пускай они у нас здесь лежат. Мы сюда ещё наверняка вернёмся, если не сдохнем где-нибудь по дороге. Вот, значит. А можно как-то целиком вот взять и всё это дело перенести? А, их нельзя переносить. В общем, я хочу сделать несколько полезных вещей. Нам в любом случае понадобятся палки вот такие вот маленькие. Кстати, маленькие палочки. Насколько я понимаю, можно сделать вот так вот. И просто по ней, если попадать, вот таким вот макаром. Вот мы получаем две маленькие палочки. Что я хочу сделать? Ну, во-первых, во-первых, мне нужен бамбук. Тонкий бамбук. А также неплохо было бы найти табак. Но я пока его, ну, может и встречал, но я не знаю, как он выглядит. Что вот это за цветы? Я чёрт его знает. Пока я ещё не разобрался. Очень аккуратно двигаемся. Наверное, ножом мы это сейчас захолбасим. Топор я не буду портить. Вот оно. Я бы очень долго, на самом деле, пытался мутить что-то. Искать, когда же у меня откроется рецепт. Точнее, ждать. Делается это всё очень просто. То есть, у нас почему-то не появляется в рецепте, когда мы поднимаем в руки эту палку. Вот таким макаром делаем лук. У нас не появляется в рецепте ничего нового. Давайте мы это всё соберём. Сейчас оттащим на базу. Пускай там лежит. Это нам ещё пригодится. И мне неплохо было бы поесть, наверное. У меня явно проблемы. Поесть и поспать. Это пускай полежит. И стрелы. Стрелы, стрелы, стрелы. Они нам тоже очень нужны. Значит, птичье перо. Две штуки. Единственное, что это каждый раз вот так вот перетаскивать. Плохо, что нельзя сразу же положить несколько, да? Получается, что их надо делать по одному. А можно, интересно, сразу положить две? И вот так. Не, нельзя. К сожалению, нельзя. О, зато автоматически открывается нужное. В общем, нам надо сделать запас стрел. О, ну как же это долго и муторно. А, я запас не сделал. У меня палки кончились. Ладно, по дороге будем делать тогда. Палочки. Я просто не хочу сейчас ломать в ручном режиме всё это. Ну, вот так, как мы делали только что. Слушайте, а бананов у вас случайно здесь нет? Он нигде. Мне нужны углеводы. Мне очень нужны углеводы. И не нарваться бы здесь на кого-нибудь, на какую-нибудь зверюгу. Даже не то, что... Так, погоди. По поводу углеводов, кстати, вот это жиры даёт. А что у нас по жирам-то? Да у нас по всему плохо, на самом деле. Но в первую очередь нам нужны углеводы. А для этого нам надо найти бананы. А ещё мне надо сделать палку. Палку, копьё. Копьё, копьё. Так, не вижу я. Не вижу здесь бананов. Нигде. Пока. Я не хочу далеко уходить. Мне надо поспать. Погоди. Нет, это что-то не то. Ай, господи. Джунгли. Мать вашу, за ногу. А бананов нету. Давайте пополним запасы верёвок. Они у нас заканчиваются потихонечку. Так. Я даже, честно говоря, не помню, как выглядят эти банановые деревья. Это явно не банановое дерево. Грибочки. Вещь полезная. Так, палки давайте тоже заберём. А то я по ним поиздержался. И... Давайте сделаем себе копьё. Слушайте, всё. Я уже реально устал. А, зато... Зато я листьев для повязок набрал. Ага, и топор сломал. Ты чё, шутишь, что ли? Ну да. Шутишь. Так, подожди. Алё. А чё топор-то не берётся? Вот, теперь берётся. Слушайте, если я сейчас не поем, то мне жопа. Я... Мне надо идти на базу и спать. Как же я устал. Именно так. Ладно, давайте в направлении до дома, до хаты. Мне надо поспать и надо что-то съесть. На самом деле, с едой-то есть лютейшие проблемы. Да не только с едой, вообще со всем. У нас только с водой, по-моему, проблем нету. Что вы там такое красненькое? Краснеется. А вдруг где-то бананчики будут? Тут... На чём-то подобном, по-моему, бананы растут, нет? О! А что такое красный? Красный цветок, это, по-моему, что-то... Что-то полезное. Господи, ну где же? Где, 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 где? Мне нужны углероды. Или углеводы? Углеводы. Углероды. Ну чё, тоже угля нахаватится. Чё, нормально? Нету бананов. Я уже всех задолбал, наверное, с этими бананами. Так. Ящерица. Сейчас, сейчас мы, кстати, её приговорим. А как прицелиться-то? А, во-во-во-во. Так. Не хватает мне. Мне не хватает стамины. Ладно, давайте попробуем поспать чуток хотя бы. Потому что я даже её забочить не могу. По еде-то что-нибудь у нас... Хоть что-то у нас есть. Ну давайте съедим хоть что-то. Гусеница протеины даёт. А, так. Ой, сладкий батончик. О, углеводы. Есть, немножечко есть. Так, стоп. Давай, давай лучше вот здесь вот поспим. Не хочу я очень долго спать. Потому что мне надо ещё... Так, всё. Хорош. Хорош. И надо сделать нам копьё. Так. Значит, палка. Ням-ням-ням-ням-ням. Каменное лезвие. Я вот не знаю, покатит оно израсходовано или не покатит. Покатит. Опа. Там еда. Ребята, там еда. И в неё попасть я смогу точно. О, и та ящерица, кстати, здесь тоже. Опа. Попасть-то я... Стрелу отдай! Убежал вместе со стрелой. Ну, я надеюсь, что он где-нибудь остановится. Так, а ящерица? Не, не будем стрелять. На R, если что, отмена выстрела. Так. Бананчики. Эту серию надо назвать в поисках бананов. Ну, где они... Как они выглядят, я, честно говоря, в душе не представляю. Так, здрасте. Приявки. Пи-пи-пи-приявки. Приявки. Присосались. Интересно, к чему... Вот они, тварь, а. Мне... Мне только этого сейчас не хватало для полного счастья. И кабан свалил с моей стрелой. Ну, короче, я понял. Стрелой на кабана лучше не охотиться, получается. Со стрелой... Он убегает, короче. Ему не хватает одной стрелы. Так, мне бы только змею какую-нибудь не найти здесь. Блин. Как я не могу пройти мимо камня? Интересно, сколько я уже прошел мимо. Наверняка ни один банан уже похерен, извините за мой, китайский. Так, во! Вот оно! Вот оно! Так, а что у нас там? Да. Это то, что мне нужно сейчас. Вот так вот намного лучше. Но мясо тоже было бы неплохо, на самом деле, надыбать. Так, я кого-то явно слышал. Вот кабан. Может быть, тот? О, смотрите. Глаз четко. Так, только нож требуется. Ладно. Этого у нас много. А стрелу-то достать как-то вообще можно, нет? Ну, сейчас проверим. Так, у нас будет копье на троечке. Я надеюсь, что стрелу он сейчас тоже из него вырежет. Потому что если стрела одноразовая, то это жопа. Нет места. И еще и кости выкинули, да? Так, не, ребят. С этим надо что-то как-то сделать. Кости-то нам пригодятся. У костей есть один огромнейший плюс. Вот она, стрела. Все, ребят. Отправляемся до дома до хаты. Но я перегрузился, правда. Очень здорово. Но, тем не менее, мы сможем с вами приготовить сейчас себе поесть что-нибудь. Мясо пожарить. И надо будет сделать сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой. Как я устал-то. Какие странные звуки. Странные и стремные, я бы сказал. Ничего не хочу выкидывать. Погоди, а мы по месту можем сделать, если мы изготовим из них... Не, подожди, не изготовим. Добыть. Костную иглу мы можем из нее сделать. И вес, да, вес у нас уменьшается. Здорово. Так. Добыть это, если, не дай бог, нас тяпнет паразит, то мы сможем... Этот самый, подкожный, короче. Мы сможем... Вытащить его этой иголкой. Блин, один фиг я... Я на себе столько тащу всего. Луна уже вышла. Интересно, а хищники тут ночные есть? Ну, они тут есть 100%. Но охотятся ли они ночью? Или им пофигу, когда охотятся ночью или днем? Все, мы почти... Так, здрасте, приехали. Пошла вон. Тварь какая, а. Смотрите. Сидит. Не попал. Вон пошла. Хорошо, хоть в атаку не идет на нас. Что-то я уже устал до такой степени, что... Есть. Наверное, не буду ее разделывать. Сказал он. Я хотел камень подобрать вообще. Ай, да. Горе-выживальщик. Просто, короче говоря, не очень хорошо восстанавливает мясо змеи. Восстанавливает параметры такие, как восприятие... Ой, восприятие. Господи, рассудок. Так, там... Я надеюсь, там... Да, там кабан. Там кабан с моей стрелой, скорее всего. Прыгать я не могу. Превосходно. И надо, чтобы завтрашний день у нас был более удачный, чем сегодняшний. Потому что сегодня весь день я просто прострадал фигней. Я очень хочу пить, хочу есть. Хочу отдыхать. И надо выложить сразу все шмотки где-нибудь здесь на базе. Ну, вы уж простите, что получается не... Твою мать, я все миски. А, да серьезно, что ли? Можно даже так пить? Ладно, водичку мы частично пополнили, да? Ну, только частично. А где остальные миски? Вон они. Так, а можно как-то посмотреть? Да, она пустая. Хорошо. Пойдемте мы сейчас сложим все наши шмотки куда-нибудь. Покидаем. Ах ты черт, мне же еще костер разводить, да? Ну, давайте вот здесь вот в уголочке мы сбросим, во-первых, вот эти вот перья все. Ну, реально, они очень много места занимают. Обсидиановый камень сюда же куда-нибудь. Камней шесть штук. Так, 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 так. Подожди, а что у нас столько веса занимает вообще? Мясо вот это, наверное. Давай банку с тушенкой, неизвестные грибы испорченные, сюда же пускай, блин. Да, мяско, мяско так нехило. Все, ребят, я спать. Вы как хотите, а я спать. Хотя я, конечно, не сыт нифига, но надо спать. Потому что вот эти параметры, это полная жопа. И проснусь я, слушай, а проснусь я нормально, по идее-то. Очень даже хорошо проснулся. Так. Давай миски все возьмем и как-нибудь их сложим по-новому. Водичку из этих можно попить. Ну, просто вчера мне уже было не до этого. Самое прикольное, что они набираются даже когда стоят одна на другой. Вот это замечательно. Кстати, у нас тут куча всякого, что может быть пригодно. К примеру, вот этот древесный уголь, он у нас используется замечательно как лекарство от отравления. Давайте мы все это сюда побросаем. Будем знать, что это все у нас лежит здесь. Также предлагаю сразу сделать повязку. Хотя бы одну. Хотя, почему одну? Давайте сделаем сразу несколько. Две. Интересно, сколько они весят? Я фиг его знает. И нам надо новый костер сделать. Так, что там у нас? Костерок. Вот он, костерок. Давайте его поставим на старом месте. Короткие палки нужны. Ну, это дело мы с вами сейчас надыбаем. Фу, слава богу. Лианы сразу попадали. А, короткие палки, кстати, нифига. Нифига не нападало. А вот если мы их расфигачим, то будут у нас короткие палки. Интересно, а если... Эй, не надо. Короткие палки мне нужны. Надо приготовить, пожрать. Для этого нам нужен костер, естественно. Обычные палочки тоже забираем. Ну, и длинную давай переломаем пополам. В общем, нифига у меня не получается никакими исследованиями заниматься. Я не могу никак восполнить пробелы в еде в своей. Так, костерчик. Использовать. Что у нас там есть в плане... Вот. Только, пожалуйста, разожги. Он на самом деле может и не разжечь, как я понимаю. Так. Есть. И давайте приготовим пожрать. По идее, можно побросать все это дело здесь где-нибудь. Подожди. Тапира сырое, гремучей змеи. Нафиг, короче. Это... Хотя, в принципе... Так, а что вот это у нас испорченное, да? Давайте мусорку куда-нибудь в сторонку сложим. Эта штука не портится, походу. А вот топира мясо, кстати... Так, погоди. А где у нас медицина-то? Вот здесь вот, да? Надо здесь побросать вот эти вот зубцы, да? Банки... Да, кстати, оказывается, в мисках можно кипятить воду. Ну, я думал, что нельзя. Но в мисках, вот в тех вот, можно кипятить вполне себе воду. Кстати, подожди. Что-то я туплю. А банки-то мы же тоже можем использовать для наполнения водой. Почему бы нет? Опять одна на другую. Так, мясо, 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 мясо. Еще жарится. Ладно, пойдем, пойдем что-нибудь полезное. Пока поднадыбаем. Может быть, что-нибудь здесь рядышком есть. И мне вот интересно, как тут живность вообще... Она появляется заново, которую мы убиваем? Бананчики. Бананчики. Есть, есть. Короче говоря, значит, вот такая вот банановая пальма. И, собственно, вырастет на ней что-нибудь или нет? Мне нужен банановый лист. Две штуки. Я хочу себе сделать броньку. Лишней не будет. Подарю. Вот. Ой, подожди, еще банан. Банан. Так, показалось. Не, не показалось. Вон там шляется кабан. Кабанидзе. Так, фиг ли ты тут бегаешь? Зараза. Как там мясо? Еще, еще готовится. Так, так, так. Во. Здесь можно попить. Ну, я надеюсь, что я не перепью. Ну, с водой полный порядок. Можно еще съесть несколько бананов. Вот, так вот уже как-то лучше. И осталось мясо еще. Я надеюсь, что сейчас с мяском-то будет все хорошо у нас. Не знаю, сколько мяса тапира восстанавливает, но надеюсь, что прилично. И что означают часики? Вот я не понимаю. Посмотрите на часики. А, ну да, у нас же с мясом проблемы. У нас проблемы с мясом. И, соответственно, он нам говорит, извиняйте. Извиняйте, у вас проблемы. Так. Давай сразу же мы туда закинем еще мясо тапира. Еще на жарку. А готовое, пожалуйста, вот сюда в сторону. Давай съедим. Ох ты, ешкин ты, матрешкин. Вот это да. Вот это подарок. Блин, а если мы сейчас... Нам в любом случае надо дождаться. Потому что иначе просто, ну, пережарится и испортится. Сырое мясо, наверное, мы сейчас побросаем. Пускай оно лежит где-нибудь рядом с костром. Вот прям, прям вот здесь вот, да? Оно весит дофига, реально. Реально дофига. Так. Бананы. Бананы нам сейчас не нужны. Их тоже можно побросать сюда. Сырое мясо, оно, в принципе, 5 часов. В смысле. По ходу дела его надо жарить все-таки. Да ядритская сила. Ну, иначе пропадет ведь, доброта. Или нет. Ладно, если не пропадет, то не пропадет. Пропадет, так пропадет. Ну, а что делать-то? Ой. Опять я хотел посмотреть на часы, а посмотрел неизвестно на что. Так, 8, 8, 50. То есть можно, по идее, отправляться. Только надо дожарить. Дожарить. Так, бревнышки, бревнышки. Палочки собираем. Они нам понадобятся. Что вот с этими красными растениями делать. Но это не табак. Табак, я посмотрел, как выглядит. Это точно не табак. Знаете что? Можно пока, на самом деле, сделать еще стрел. Чтобы время зря не терять. Можно. Стремно. Блин. Стремно. Так. Доядритская сила. Твою мать. Как вы меня находите? К ноге присосалась. Пакость. Одна. Одна маленькая пакость. Кстати, можно жареное мясо сюда сбросить. Это нам сейчас, наверное, не нужно. Мне бы еще поспать чуток. А, слушай, может быть мы успеем поспать. Буквально децл. Опа. И мясо у нас, наверное, готово. Мясо. Два дня у нас держится мясо. Банку давай сюда же пока поставим. А это с собой возьмем. И я хотел себе сделать стрелу. Создать стрелы. Еще хотел сделать стрелы. Потому что мы там пролюбили. Несколько штук. А, три штуки. Три штуки добавляется. Я думал, что он по одной делает. Интересно, а сколько они весят? Вопрос на засыпку. Так. Банановые листья, две лианы и три палки мне еще надо. Таким образом мы сможем сделать себе какую-то броньку. Так. Камушки, камушки. Вот сюда можно состакать. Бинтики давайте наверх положим. Двадцать четыре и семь килограмма. Дофига на самом деле. Каменная игла. Зачем нам столько каменных игл? Одной нам вполне в себе будет достаточно. А что у нас столько весит? А здесь где-нибудь написано вообще? Черт его знает. Ладно. Давайте мы немножко поспим. Кровать из бревен, кстати, классная. Восстановим себе хпшечку и стаминку. Кстати, можно перекусить теперь. Съесть и съесть. Во, отлично. Теперь точно можно выходить. Правда, опять у нас дофига поздно. Ой, шестнадцать часов. И что у нас там? Ну, все, кроме зелененького. Надо какие-нибудь орехи найти или что-нибудь типа того. Так. Да, считайте, весь день мы потратили на восстановление здоровья, протеинов и прочего, прочего, прочего. Надо пройти вдоль вот этой вот скалы, наверное. Там подняться наверх никак нельзя. Давайте попробуем подняться. Единственное, что вот эта травушка-муравушка мне совершенно не нравится. В ней можно нарваться на какую-нибудь змеюку или какую-нибудь другую дрянь. Так. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментах, какая продолжительность видео от 25 минут до 50. Для вас максимально интересная и смотрибельная. Только так вот, по чесноку, сколько времени вы смотрите ролик, было бы очень неплохо. Я просто хочу понять. Эти ролики я не буду монтировать. Мне, с одной стороны, это классно, мне это легко снимать получается. С другой стороны, я хочу понять, сколько времени можно снимать одну серию. Потому что, по большому счету, чем длиннее серия, тем мне проще. Но я знаю, что многим не нравятся видео очень длинные. Так, наша задача найти место с речкой. Хотя, вообще-то, я там ямку-то небольшую уже нашел, в которой есть вода. Она недалеко здесь. Так что... Пошла вон! Твою мать! Там змея. А вот где она? А, это не змея. Это... Это долбанный паук. Ну, тварь. Да я ж прицелился в тебя, алло! Вот так вот тебе. Дрянь. А может быть и змея здесь тоже, да, куча. Ну, она сейчас даст о себе знать, если она здесь есть. Главное, не ломиться вперед особо быстро. В общем, да, неприятно, неприятно. Так, погоди. Вот эти красные... Красные растения. Давайте-ка мы их добудем на всякий противопожарный. Так, на четверке у нас теперь нож. Я... Я что-то отвык уже. Цветы кваси горькой. Как... Какие-то. Мне кажется, что это что-то лечебное, скорее всего. Откровенно, ядовитых здесь растений, походу, дела нет. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но похоже, что нету. Так, копийцо. Опа! Опка, дурак. Бедняга умер. Давай, добудем. Еще перев надыбали. Неизвестный грибочек. Да, конечно, в голове держать карту, куда мы идем, это... Так, 42, 22 с половиной. На два, да? На двоечку, на двоечку сдвинулись. Опа! А вот это мед. Мед вещь очень полезная, только вопрос в том... Хе-хе-хе, ребят, сейчас все может закончиться. Опаньки. Так, куда-то, куда-то он покатился. А пчелы остались? Что-то я опасаюсь. Стрела есть. Вот это мед. Медовая сота. Мед лечебный, как я понимаю. И он поднимает, ну, точнее, лечит от отравы разной. Вопрос только в том... Сейчас, одну секундочку. Значит, берем одну повязку. Так, цветы, это не то. Если вот так вот... Да, повязка с медом. Вот оно. Давайте лечебное зелье положим сверху. Маленькие палочки нам тоже пригодятся, а вот большие уже девать некуда. Ночью я шляться не хочу совершенно, а за день мы, я боюсь, что тут не особо-то что-нибудь найдем. Опа. Броненосец. Мне кажется, что его надо в морду стрелять. Чтобы его убить, ему надо стрелять в морду лица. Только он что-то постоянно ко мне с жопой поворачивается. Засранец. Давайте попробуем. Не попал. Ладно, ребят, возвращаемся уже в сторону дома, потому что уже что-то, что-то как-то смеркалось. Я думаю, что пора нам домой. Иначе придется возвращаться в полной темноте, а это чревато последствиями. Факел я разжигать не хочу. Блин, как же, как же стрёмно. А, луна вышла. Теоретически здесь должна быть дорога. Практически хрен его знает. Вот она. Главное, на гремучника не нарваться. В темноте, блин, ни хренашеньки не видно. А табак я так и не нашел. Если мало ли что, то будет жопец. Короче, мне кажется, что имеет смысл, может быть, даже строиться прямо там, где-то. По-моему, вот сейчас здесь где-то водоем будет справа. Так, здрасте, приехали. Кто там орет? Мыша, что ли? Броненосец. Маленькая тварь. Интересно, а на бегу я его смогу? А, ни хрена себе! Ну да, логично. Он же броненосец. А как... А как его тогда уничтожать-то? Каким макаром? Хорошо, хоть индейцы пока ко мне не подошли. Ну ладно. По идее, по идее, нам есть чем здесь сейчас заняться. Надо сделать, наверное, подставки под всякое разное. Под... Да ешкин ты, матрешкин. Отменить. Почему я все время зажимаю не то, что нужно? Так, слушай, а у меня даже практически ничего не потратилось. Это же отлично. Так, а что, воды... Дождь не шел, что ли? Здесь все пусто. Я-то думал, что мы сейчас хотя бы, я не знаю, перекусим. Так, давайте глянем. Что мы можем сделать интересного? Стены, это все неинтересно. Хижина, бамбуковая хижина, крыша из листьев. Нет, это не то. Мне интересно всякие подставки. Подставка под палки. Вот она. Длинная палка и веревка. А как это все будет размещено? Вот, вот так вот это будет размещено. Давайте мы это вот здесь вот у стены поставим. Длинные палки надо надыбать. Что у нас по времени там? 20-40. Еще рано на самом деле. Еще довольно-таки рано. Так что можно вполне заготовить сейчас длинных палок. Так. Еще бы найти бы эти длинные палки. Ну, вот эта толстая слишком, наверное. Здесь вообще-то мне это место нравится. То есть можно эту пещерку как-то облагородить. И глина здесь вроде бы недалеко. Так, это бревной. Слушай, слишком толстую мы взяли. Слишком толстая. Длинная это... Ну, две длинные, да? Две длинные, а надо три. Сейчас еще немножечко, наверное, поработаем. Вот эту вот подставочку сделаем. И на этом можно будет... Так. Еще длинная палка. Кстати, лиана, давай заберем? Не заберем. Бревна. Под бревна тоже можно какую-то подставку... Блин, реально. Слушай, луна. В 8 вечера уже луна выходит. Блин, кто-то бегает все время. Стремновато. Стремновато. Плюс говорят, что... А, это ящерица. Господи, да пошла ты, блин, тварь. Срань какая, а? Так. Ну, с тебя-то, надеюсь, не бревна падают? А, и где? Вот она. А еще одна. Все, что ли? Обломайся, бабка, мы на корабле, да? Две штуки только. Ну и ладно. В любом случае, что-то мы уже сможем сделать. Столик бы еще какой-то замонстрячить. Вот. Отлично. Подожди. Сюда можно что-то вставить? Вот, вот такие палки. Нормально, че. Так. Давайте мы где-нибудь вот здесь вот бросим эту длинную. Чтобы наши чашечки не трогать. Двадцать два девятнадцать. Теоретически, пора бы уже спать, наверное. Пошли мясо тарпана съедим. Мне кажется, оно сейчас испортится. До завтра оно не доживет, как мне кажется. Так. Давай возьмем. Так, че у нас там? Один день, один из часов. Не, слушай, нормально. Костер я, наверное, разводить не буду. Хотя, по идее, может быть и стоило бы. Пойдем попьем водички. Че-то банки не наполняются эти. Вот эти наполняются. Все, как мне кажется, усе. Где? Протеинчиков еще надо бы. Но это уже завтра, наверное. Так что пойдем спать. В наш навес. Вот, в пять утра. На рассвете проснулись. Так, теперь давайте проверим, че у нас там. Протеины. Углеводы. Бананы, надеюсь, не испортились. Так, еще... Ненавижу. Твари ползучие. Все они, все-все. Лупа пропала, так что все нормально. Так, через один день испортится. Давай съесть. Это мясо выкидываем. А эта штука... Эта штука тоже скоро испортится, на самом деле. А, не, один день. Лады. Так, а вот с этой штукой, че делать? С птицеедом с этим. Черт его знает. Так, что мы будем делать дальше, ребятушки? Я предлагаю надыбать... Подожди. Надыбать, во-первых, банановые листья. Так. Попить воды. Вот, с водичкой все. Вот это вот банановая... Это же банановая пальма. Или черт его знает. Давайте мы ее вырубим сейчас. Мне надо пару банановых листьев. Так, банановые листья Е. Значит, две лианы и три палки. Вот вопрос в том, каких палки... Ну, ладно. Сейчас попробуем. Так. Банановый лист нас интересует. Ага. Лист бананового дерева. Ну. А тебя можно как-то использовать-то? Вот. Теперь лист бананового дерева вроде как доступен. Вот так. Дальше, соответственно... Две лианы. И дальше, собственно, две палки. Не такие палки. Ясно? Ясно, понятно. Я вас понял. Сейчас надыбаем других. Те я пока трогать не буду. У нас здесь валяется дофига. Так. Это бревна. Так. Маленькие палочки тоже пригодятся. Вот. Две палки есть. А, подождите. Или там три палки надо было. Три, наверное. Может быть, и мелкие. Ну, такие нам все равно. Так, понятно. Не то подобрал. Мелких у нас уже полный набор. Кстати, а интересно, склад для мелких палок где-то есть какой-то, нет? Неизвестный плод. Че за нафиг? Че-то подобрал, а че не вижу. Че-то я опасаюсь, конечно. Но давайте проведем испытание. Хм. Углеводы. Спасибо. Спасибо. Углеводы, да. Но еще и отравление. Превосходно. Так, древесный уголь. Давай-ка мы его съедим. Вот. Все. Пищевое отравление в минусе. На будущее будем знать, что не надо. Не надо так экспериментировать. Углеводы-то я восполнил. Только стало еще хуже. Так. Давайте продолжим. Продолжим наше изыскание. С тремя палками попробуем. Значит, две лианы. И давай три палки. Я просто не знаю, какие маленькие палки. Нет. Явно не так. Значит, такие палки давай. Во. Бронька. Деревянная бронька. А как ее на себя одеть? Интересный вопрос, на самом деле. Броня из дерева. А как ее одеть-то? Изготовить. Эээ, нет. Хм. А как ее одевать? Перетащить? А куда ее перетаскивать? А, подождите. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Значит, осмотреть. Эээ, а вот. Скрыть, подожди. Скрыть, показать броню. Походу, дело это одевается отдельно, наверное, на каждую, на каждую часть тела. Во. Значит, по ножи. По ножи. Только вес, как я понимаю. Ну-ка, если его бросить на пол. 19,8. А, ничего не меняется. Значит, смотрите. У нас есть броньки для ног. Да, а для корпуса у нас, интересно, есть какая-то бронька? Да неужели, неужели нету для корпуса? Ну, в общем, ладно. Нам нужно палок насобирать еще. Я вас понял. И вот здесь вот, теоретически, у нас есть... У нас здесь... Подожди. А вот здесь вот... Или я что-то путаю? По-моему, где-то здесь... Должен быть... Должна быть ниша. Ниша с водой такая. Ага, и гремучник. Ну, тварь. Не-не-не-не-не. Прощаемся. Господин товарищ барин. Я не буду брать его тушку, потому что... В принципе, у нас с мясом никаких проблем нету. А вот вес лишний сейчас таскать на себе не хочется. Пошел в... Так. Ребята, это может сейчас плохо закончиться. Эти ребята могут мне все испортить. Они могут меня... Ну, во-первых, они могут меня убить. Э, какого лешего? Куда стрела-то ушла? Нормально, через бамбук не пролетает. Бага? Что происходит вообще? А чё? Где стрела-то? Алло! Алло! Нормально. Слушай, нормально сражаются-то. Так, ну один копьем отхватил. Пошел ты нахрен! Пошел вон! Я буду оборон... Я буду обороняться от них на месте. Так, это была стрела, да? Я... Ну иди сюда, деточка. Один умер, кстати. Один... Один умер, ребята. Вон он. Судя по всему, на них действует кровотечение. И на меня тоже, блин, теперь действует кровотечение. Да когда ж ты сдохнешь-то, тварь? О, блин. Тварь, он в меня попал-таки. Фу. Так. Ням-ням-ням. Это плохо. Это очень плохо. Так, подожди. Рюкзачок. Значит, залой мы можем это смазать как-то? Нет, походу, дело не можем. Или можем. Да какого лешего? Листовая повязка. Вот ведь тварь какая. Нет, все еще плохо. А, может быть, на другой? Да, и на другой еще. Тварь какая, а? Но копье меня спасло. А если бы я еще стрелы все не пролюбил, неизвестно где, то было бы вообще замечательно. Так. One second. Давайте мы изготовим сейчас себе повязочку, перевяжемся. Еще и пиявка. О, господи. Так, вторая рука. Когда он успел меня покоцать? Надо броню делать, короче. Надо делать броню. И еще и пиявка. Где-то, видимо, на ноге. Так, не на этой. А где она? Я ее что, завязал что ли? Вот ведь дерьмо. Ни черта не понимаю. А вот они. Под броней. Нифига она, зараза, присосалась. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Короче, склифосовские. Значит, смотрите. Что с ним можно сделать? Можно... Можно его разделать вообще. По полной программе. Я вижу, кстати, копье, походу, там. Птичье перо, кость. А птичье перо-то откуда? Деревянный нож. И второй еще там парень, да? Давайте мы где-нибудь... Есть ли тут какие-то склады, хранилища? Наверняка есть. Давайте это все мы сейчас пока покидаем. Ну, мясо, я надеюсь, я с него не брал. Вот зола, мне интересно. Она вроде бы тоже должна использоваться для медицины. Человеческое мясо. Нет, ребята, это дерьмо мы есть не будем. Я, конечно, голодаю иногда, но не до такой степени. Ну что, первый, первый бой у нас получился. Вот, кстати, моя стрела. О, туземное копье. Это круто. Только девать мне его некуда. Давайте человеческое мясо выбросим. Пускай здесь гниет благополучно. Так. А туземное копье давайте возьмем, наверное, вместо вот это выкинем, а вот это возьмем. Оно мне нравится. Оно кайфовое. В конце концов, это у нас первая такая... Первый трофей, ребят. И стрелу надо забрать, да. Господи. Так, что у нас там? Не хватает нам зелененького. Я фиг знает. Все время забываю, где их брать лучше. Ну, банан можно съесть один. Это нам протеинчики восполнить. Ой, протеинчики, углеводы. Так, мясо попугая сырое. Кстати, да. Мясо попугая было бы неплохо. И, наверное, не испортилось еще? Приготовленное. Пока нет. А, вот жиры. Зеленые это жиры и нормально. Успели. Погоди, а кости? Кости-то. Фига. Одна над другой так. Прикольно. Сложилось все. Из нее, кстати, тоже можно сделать, по-моему, костяную броню, если не ошибаюсь. Кстати, а давайте попробуем. Там, по-моему, вместо палок тот же рецепт, только вместо палок вот эти вот кости. Ну-ка, сейчас попробуем. Где у нас тут бананчики? В смысле, банановые листья, конечно же. Так, так, так. Да ешкин ты, матрешкин. Его надо в руки поднять, что ли? Только после этого... Да, по ходу дела, только после этого можно из него что-то создавать. Вот теперь оно перетаскивается. Значит, три кости. Пускай боятся. И веревки. Две. Да, смотри, броня из костей. Ням-ням-ням. Не помещается. Надо все это как-то сложить по-другому. Блин, ну, неудобно. Во. Теперь помещается. Давайте осмотримся. Сначала, наверное, ноги защитим. Хотя, с другой стороны, по рукам, по-моему, прилетает круче. Что-то, на самом деле, не сильно лучше. Да. Не сильно лучше, чем то, что было. То, что деревянное. И вот, что еще. Тут где-то должны валяться мои стрелы. теоретически. Я не помню, где я их застал, этих уродов. Где-то, где-то вот здесь, вот, по-моему. В бамбуковых зарослях, если не ошибаюсь. Правда, в бамбуковых зарослях могут быть и другие неприятные зверушки. Куда стрелы летели, вообще непонятно. Долбанный бак. Так, камень. Нет, камень. Подожди, а это не обсидиан? Нет. Это просто камень. Вот, одна стрела. Одна стрела нашлась. Вторая стрела нашлась. И, ребят, нет. Я когда... Видите, циферку я тогда не сориентировался. Это одна стрела все-таки делается. А я думал, что это делается сразу несколько. Я увидел циферку 3 и неправильно, как бы, подумал. Надо бы привалить еще торпанчика, как мне кажется. так. Опа. Вот так вот его можно бросать. Я понял. На центральную кнопку мышки. Ничего тут больше интересного, наверное, нету. Мне бы еще для повязок найти материалы. Пока светло. Кстати, вот давайте пополним запасы лиан. Ну, что, нормальная серия получилась. Как вы считаете, ребят? Я думаю, что мы уже сейчас будем с вами заканчивать. Пора бы уже. 50 минут все-таки. Во. Во. То, что нужно. То, что доктор прописал. Кстати, погоди. Я же там еще ножик нашел вроде. А я его не подобрал. Понятно. Я деревянный нож же еще нашел там. Так. Листы есть. Отлично. Можно возвращаться на базу. Так. Палочки. Ну, палочек у меня полный набор. Поэтому, да. Можно, я думаю, возвращаться на базу. Но, чтобы не идти порожняком, давайте мы завалим еще бамбук. Вот этот. Приволочем себе еще бамбуковых палочек. Почему бы нет? Давай. Набирай. Алло. Что-то она не всегда видна. Вот. Отлично. Три. А четвертую можно взять? Четвертую можно взять? Превосходно. Четыре. Вот. Ребят, подождите секундочку. По-моему, вот это табак. Или табак, или что. Или, не помню, как-то еще называется. Нет места в инвентаре. Ах ты, твою дивизию. Ну, давайте пепел выбросим. Ага. Ну, отлично. А если я хочу взять вот, неизвестную траву? Нет, да что такое? Это сколько же эта трава места занимает? Неизвестная. Ну, вот теперь-то она должна по-любому поместиться? Фигня какая-то. Так, погоди. Хорошо. Залу мы выбросим. Камень мы переложим как-нибудь более грамотно, да? Не хочет никак помещаться. Ай, господи. Как тебя сложить? Хорошо. А чуть повыше тебя нельзя положить? Нельзя. Камень нафиг. Давайте сложим все пониже. Нет, ребят, ну, если это если это табак, то он мне очень нужен. Вот. Я думаю, что так мы это все дело как-нибудь разместим. Нифига себе он реально место... А что стрелы-то так как-то странно лежат? Они же вертикально должны лежать, нет? Так, камни нафиг, короче, нам таких такого количества камней просто не нужно. Стрелы какие-то странные. Реально странные. А как их повернуть-то? Не то, не сё. Видите, стрела как бы она типа занимает пространство непонятно. Можно их как-то в инвентаре поворачивать или нет? Камни теперь, блин, не кладутся. Что за дичь? То есть стрела, она не кладется адекватно. Во. Интересная трава. А давайте посмотрим, можно ли из неё сделать повязку. по ходу дела надо с чем-то, видимо. Давайте вот так. Вот сейчас изготовим. Ну, а если повязка плюс табачная? Во! Повязка с хостой. Да, вот хоста это называется. Она тоже от отравления работает. Нормалды. Нормалды. Так. Ну, залу-то давайте заберём, на самом деле. пригодится. Ну, и на этом мы с вами, ребят, будем заканчивать. Так, подожди, я откуда пришёл-то? Вот оттуда вроде бы. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайкосик, поддержите, пожалуйста, мой канал. Я знаю, что вам это не слабо нажать пальчик вверх. Тем самым порадуйте старину Грини. Также подписывайтесь на мой канал, если ещё не подписаны. Заходите в группу ВКонтакте, на стримы, везде буду рад вас видеть. Ну, а с вами был Грини. Всем пока и отличного настроения. Пока-пока.